Молодая прятая Молодая прятая Уотна сидит Молода красива Новые глаза По плечам просвета Русая газа По плечам просвета Русая газа Сегодня 24 апреля 2015 года Мы находимся в Равенском Марина, здравствуйте Здравствуйте Мы многое что сняли Увидели своими глазами Как вам удалось создать В сегодняшней России Подобное хозяйство Немногие могут похвастаться Такими же результатами Как у вас Нужно сказать, что это хозяйство Создалось на протяжении Даже не 10 лет А большего количества лет Потому что пруд на пол гектара Мы сделали в 1991 году И 15 лет назад мы начали строить Первые птичники, козлятники, верблюжатники И продолжаем до сих пор Вот сейчас строим большой индюшатник Потому что поголовье растет Только в зиму у меня было 1000 голов птиц Индюков, цесарок, гусей, уток, кур И сейчас где-то за этот сезон С двумя инкубаторами У меня будет выведено За теплый сезон около 10 тысяч голов Вот И при том, что поголовье коз тоже растет Несмотря на то, что мы продаем дойных коз Продаем молодняк Ну и коз и молодняк Птицы Поголовье растет все время с каждым годом Занимаемся как продажей молодняка Птицы Кур, гусей, уток, цесарок, индюков Так и продажей мяса птицы, яйца птицы И живой птицы в том числе Марина Ивановна Мы видели коня, технику и верблюда Коня мы взяли из-за того, что его сдавали на бойню в 2010 году Мы его пожалели Он тут ходил и хулиганивал по всем дачам Верблюдов завезли с Калмыкии еще в 2004 году Но одного верблюда отравили И вот завезли малыша недавно, два года назад Брали для шоу-бизнеса, чтобы ездить на них Чтобы они возили тележки Но сейчас ввиду такой занятости Моей именно конкретно Мы с них только сейчас используем шерсти Они у нас как члены семьи живут и радуют всю округу Ко мне приезжают как зоопарк смотреть на таких диковинных животных А техника именно драглянина и бульдозера Это связано с тем, что мы занимаемся чисткой прудов Миллиоративных каналов И чистка прудов именно связана с тем, что мы занимаемся благотворительной деятельностью Мы чистим пруды за свой счет Потому что прочистка большого пруда стоит 2,5-3 миллиона денег Мы не берем с сельского поселения Сыловых отложений, которые вынимаем, изготавливаем многокомпонентные грунты У нас есть грунтосмесительная машина И все собственно приобреталось за счет своих средств Мы не брали ни копейки кредита Грунтосмесительную машину сделал мой муж Собственноручно можно сказать Мы видели несколько противопожарных прудов и дорогу Немножко если можно об этом Противопожарные пруды были сделаны в 2014 году Один пруд в деревне Захариха Там было болото Он не чистился с 1957 года по-моему А другой пруд в деревне Рыбаки Это противопожарные пруды с запасом воды Потому что рядом находятся торфяники У нас здесь в жаркий период времени Здесь очень большие проблемы именно в отношении пожаров Марина Ивановна, мы ездили по грунтовой дороге Как я понял это тоже создано вами Это создано нашей семьей Мы начали ее строить в 2003 году Эта дорога в объезд деревни Она с твердым покрытием И нужно сказать, что эта дорога по болотистой местности проведена Естественно она стоит не один миллион рублей Она с твердым покрытием Покрытие гранитное Длина Километра Объездная дорога вокруг деревни Рыбаки Так совпало, что мы приехали снимать И именно сегодня вам привезли благодарственное письмо из храма Собственно я помогаю не одной церкви И в Раменском и в Жуковском Храм Матроны в Раменском Это мне привезли благодарственное письмо из Жуковского прихода От отца Николая Ну я помогаю им строительными материалами Щебнем, песком на строительство храмов Помимо всего у них имеются подсобные хозяйства И естественно я делюсь там своим молодняком Яйцами для вывода их Ну даю им яйцо для вывода их молодняка То есть у нас с ними не то что сотрудничество А такая дружба взаимная Марина Ивановна, поскольку заговорили о помощи Я хочу спросить вас А помогает ли вам государство? Если да, то как? Государство мне ничем не помогает А только вставляет палки в колеса в виде чиновников Которые, можно сказать, издевались над моей семьей не одно десятилетие А конкретно когда я появилась в этой деревне Рыбаки Я почувствовала на себе всю, можно сказать, ненависть этого государства В лице наших храменских чиновников Государство мне не помогает ничем Я наоборот противостою этому государству Марина Ивановна, намерены ли вы развивать ваше хозяйство дальше? Я понимаю, что ваше хозяйство это в первую очередь ваш труд Нелегкий труд всей вашей семьи Здесь не бывает выходных Здесь не бывает отпусков Здесь не бывает даже перерыва на обед Чтобы развивать мое хозяйство дальше Во-первых, мне нужна земля Для того, чтобы выращивать Где скотина будет пастись Где она будет плавать Где она будет вообще находиться Потому что в данный момент в собственности только 2 гектара сельхозугодий Я могу, в этом году уже будет 10 тысяч голов молодняка Но чтобы получить Можно получать и больше продукции Но нужно не 2 гектара Нужно хотя бы 10-20 гектаров И тогда можно уже говорить о переработке этой продукции И о дальнейшем развитии Для того, чтобы создавать уже какую-то продукцию Из того, что мы производим вот это сырье Козье молоко, птичье мясо Идти в других направлениях Но для этого нужны определенные условия Для нас нужно только одно Хотя бы земля Чтобы нам государство Которое мне не помогало на протяжении всей моей жизни Хотя бы дало мне землю Я готова купить эту землю По нормальной цене для сельхозпроизводителя А не по коммерческой спекулятивной цене По 10-5 миллионов за гектар Я готова работать дальше Сколько хватит моих сил Я думаю, что у меня их хватит еще на большие свершения Но мне от государства Нужно хотя бы, чтобы оно мне не вредило И дало только одну землю Единственная надежда любого крестьянина В любые времена Это иметь свою землю Здравствуйте, Олег Вы супруг Марина Да, Марина Золотникова Вы фермер, у вас семейная Да, глава крестьянско-фермерского хозяйства Рыбаки Собственно, где живем, там работаем Олег, мы проехали по территории Марина сказала, что вас застраивают со всех сторон Ну, собственно, и до момента образования хозяйства Юридического образования хозяйства И уже после его борьба за землю продолжается В самых, собственно, суровых формах У нас, как и по всему Подмосковью Здесь, значит, поля были выведены из сельхозоборота И отданы под застройку в виде коттеджных поселков Но вокруг нашего участка сельхозназначения Который мы с большим трудом выкупили Значит, два гектара за два миллиона рублей После многолетней, собственно, войны с властями И с бывшим руководством племзавода Раменское Вокруг нашего участка земли были выведены Причем это миллиардированные пастбища Были выведены из сельхозоборота И одна часть была, ну, бывшая совхоза Который приезжал к бывшему совхозу Бояркина Значит, была в виде коттеджного поселка Отдана под застройку Где прекрасно выращивали огородные культуры На берегу Москвы реки ранее А другая часть, которая принесла землю племзавода Раменское Значит, 18 гектаров Значит, они были присоединены к деревне Рыбаки Также для застройки То есть, их вывели из земель сельхозназначения Да, но этого, то есть, 27 гектар И практически составляет единый массив 27 гектар на берегу Москва реки Примыкающие к ним еще 18 гектаров К этому коттеджному поселку Получаешь, как часть деревни Рыбаки Которые сочли и целесообразно застроить И которые, собственно, на этих Более 40 гектарах В настоящий момент, как вы видели Имеется не более 6-ти, значит, дачных домиков Значит, это и все поросшее бурьянами Но, тем не менее, земля не используется И оказалось даже не застроен Потому что сегодня, видишь, в виду крыс Ее даже и не покупают То есть, территория, где сейчас спаслись животных Где массивные верблюда, в кост Но этого мало, значит, в 2010 году Несмотря на то, что уже имеющиеся территории Были не застроены Администрация сельского поселения Заболотевская Значит, выдала заключение Некому ООО «МПЭКС» О том, что целесообразно Вывести из сельхозоборота Еще 40 гектаров миллиарированных пастбищ Значит, непонятно, в чем была эта целесообразность Вы еще не проглотили то, что уже украли из сельхозоборота Им этого показалось мало Еще 40 гектаров Еще такие же, такую же деревню рыбаки практически всю И Громов перед самым своим уходом в мае 2000 И Громов это наш губернатор Подмахнул, значит, своим постановлением правительства Значит, утвердил это решение Этому ООО «МПЭКС» разрешили Эти земли использовать по многу функциональную застройку Которая и по сей день Значит, ничем не застроена Просто перестала использоваться в сельхозобороте А между тем, я еще раз объясню Что это земли миллиарированные пастбища В которые государство в свое время вложило большие деньги То есть, соответственно, миллиарация уже в настоящий момент вся нарушена Но мало того Значит, я по словам бывшего руководства племзавода Раменской Которая на сегодняшний день скрылась неизвестно В неизвестном направлении Я оставила за собой 4 миля Прошу, значит, услышать правильно цифру 4 миллиарда 600 миллионов рублей долга То есть, вот, а Васильева там фигурирует 3 миллиарда, по-моему, хищений Так вот, племзавод Раменской официально банкрот И за ним 4 миллиарда 600 миллионов рублей государственных денег Которые ушли из бюджета на поддержку сельского хозяйства Разворованы И на сегодняшний день это хозяйство банкрот Вот Так и мне еще остался и другим жителям деревни Еще вот этот подарок Из, значит, десятков гектар Которые выведены из сельхозоборота В настоящий момент заросшие бурьяном Вот И, ну, рано или поздно То есть, там начнется какое-то движение А между тем, до сих пор не газифицированы Уже имеющиеся населенные пункты В том числе деревни Рыбаки И труба, которая проложена в магистрале Она никак не была рассчитана То есть, вы хотите сказать, что страна Которая продает газ во всю Европу Хвастается этим и радуется Да, нет Ну, здесь 40 километров от Москвы даже менее Не классифицировалась Какую-то деревню Ну, я не хочу Здесь не одна деревня Здесь не классифицированы Несколько населенных пунктов В заболосельском поселении Деревни Рыбаки Захариха Белозериха И Малахова Вот И труба, которая заложена Но, тем не менее, нет разводки По населенным пунктам Она не была рассчитана На газификацию Собственно Целой гирлянды коттеджных поселков Которые повисли на этой трубе Значит, уже до нашей деревни Рыбаки И плюс ко всему Но, видимо, рассчитывают газифицировать Когда это будет застроено Значит, и эти 27 плюс 18 Плюс еще 40 гектаров Вот Непонятно только, каким газом Вот Если сегодня говорят О неперспективности Газификации Уже имеющихся деревень Ну, в частности Потому что не хватает мощностей Более Плюс ко всему Но на Европу-то хватает Ну, я даже не о Европе Я о наших местных делах Плюс ко всему Значит, у нас Дефицит электроэнергии По высоковольтной линии Которая Даже там Да С Южной С Бронинской Электросети Вот То есть, она перегружена На этой высоковольтке Более 90 Трансформаторов Уже сегодня висит Трансформатор Под станцией Это я узнал Когда оформил Свою трансформатор По станции Аварии Они постоянные Здесь И Значит То есть, не справляется С электроснабжением Уже имеющихся Не хватает мощностей Да Мощностей Вот Плюс ко всему Отсутствие нормальных дорог И непонятно Транспортного сообщения Непонятно В чем же целесообразность Выводить все новые Новые сельхозугодия И более того Со слов Скрывшегося Значит Бывшего руководства Племзавода Раменское Я говорю Которое успешно Из бюджета Значит Умыкнуло 4 миллиарда 600 миллионов Вот Эти земли Вот Последний участок 40 гектаров Они были переданы В качестве Коррупционного отката Чиновникам Значит Громовской Администрации Значит За выведение Сотен гектаров Земель Этого Племзавода Раменское Сельхозоборота То есть На Ну На других Массивах Я повторяю Сотни гектаров Были выведены Из сельхозоборота И в настоящий момент Часть из них Застроена Часть В 40 минутах Езды Ну в Сельде Да Это не Дальний Восток Да И в настоящий момент Никак не решается Возвращение Этих земель Сельхозоборота Они просто Поросшие бурьяном Представляют И пожарную опасность В связи Последних событий Еще один Очень важный момент Я хотел бы сказать Значит То есть Поскольку Если это правда Что это чиновники Земли получили В качестве отката То есть Своя рука Владыка Непонятно Тогда стоило бы Властям уже давно Проверить А каким образом Были компенсированы Как это положено По закону Расходы Стоимость Значит Миллиардивных сетей Вот В бюджет Наверняка То есть Это серьезные суммы И если бы они В полной степени Были компенсированы В бюджет Как это положено Опять по закону То Вряд ли бы Был смысл Чиновникам Вводить эти земли Сельхозоборота И застраивать То есть Здесь наверняка Коррупционная составляющая Если копнуть глубже По деятельность В этом направлении Правительство Громова Которое Наследило И у нас Здесь В Раменском районе Олег Именно в эти дни В России Меняется Министр сельского хозяйства Именно сейчас Возник вопрос О своей собственной Сельскохозяйственной Продукции О животноводстве Нам рассказывают Что мы Не будем заниматься Импортнозамещением А действительно Будем производить Что-то Своё На ваш взгляд Вы Реальный производитель Вы не Занимаетесь Разговорным жанром Вы реально Что-то делаете Как я понимаю Вопреки Всему происходящему Как со стороны Государства Проходит помощь Вам И что бы вы хотели Я кратко Мы производим Сельхозпродукцию Но в меру Своих сил Мы не Агрохолдинг А Семейное Предприятие Тем не менее Вы видели Достаточно У нас И живности И прочее Мы производим Сельхозпродукцию Уже в течение 15 лет Мы за это время Не взяли Ни одной копейки Кредита От государства И более того Мы нарабатываем Деньги сами И мы и сегодня Не просим денег От чиновников Нам сегодня Нужно только одно Чтобы нам не мешали Потому что проверки Уже скажем так Они замучили И второе Значит Крестьян Как сто лет назад Не было земли Так ее нет сегодня Особенно в Подмосковье То есть сегодня Вот эти Как я указал Земельные участки Они в руках банкиров Которые Как собаки Носения И сами не используют И застройки Под застройку Уже продать не могут Потому что не покупают И в сельхозоборот Ее невозможно Получить Нам нужны Фактически Не деньги От государства А только земля Для того Чтобы в силу Оставшегося нам Сколько нам отпущено Господом Богом Уже люди Отнюдь не очень молодые Поработать на этой земле Мы с собой Все равно не унесем И произвести То что мы еще можем Произвести Для общества Для государства Для себя И так далее Сегодня когда заявляет Воробьев Путину Что он поддерживает Фермеров На всех уровнях Я о таких фермерах О такой поддержке Мне ничего не известно Ничего не было Не известно Ни в течение Эти 15 лет Предшествующих Ни сегодня Земли как не было Так и нет Ну а денег Как я уже указал Мы не просим Владимир Путин Или новый министр Сельского хозяйства Что бы вы им сказали Вот ваши слова в камеру Я просил бы Если это возможно Если бы действительно Эти люди посмотрели Только одно Примите меры К тому Чтобы это прекратили делать Сегодняшние власти Гадить поляп Коттеджными поселками И так далее Но в данном случае Здесь и поселков не получилось И дайте возможность Здесь вблизи Москвы Не превратить все В зону сплошной Застройки И бытовых свалок А в зону Производства Сельхопродукции Просто дайте фермеру Фермеру Или другим Значит Предпринимателям Готовым Работать на этой земле Производить сельхопродукцию Дайте возможность Это делать Как я указал Все что мне удалось За 15 лет Это купить за 2 миллиона 2 гектара земли Все Все остальное Мы арендуем Если я назову Сумму аренды То сельхопродукцию Там производить Просто невыгодно Мы выкручиваемся За счет других видов Коммерческой деятельности Прикрываем эту сумму Мы готовы Арендовать Или купить Эту землю У государства Или платить По разумным ценам Государству Арендную плату Наполняя бюджет И производить На этой земле Сельхопродукцию Удовлетворяя Спрос населения Что мы делаем И сегодня Ну соответственно Могли бы это делать Больших объемов Надо не говорить О поддержке А надо просто Сделать реальные движения Навстречу Таким предпринимателям Упроса сельского хозяйства Как мы Которые не получают Миллиардов Как агрохолдинги Эти и племзаводы И не убегают Потом за границу А которые Жили здесь Живут И собираются здесь жить Столько Сколько нам отпущено Всевышний Олег Давайте так По честному Политики Это политики Депутаты Это депутаты Я не хочу вдаваться В эту мишу Скажите Способны ли Российские Производители Сельхозпродукции Крестьяне Россия Способны ли Накормить Народ Российской Федерации Прошу вас Я безусловно Уверен что способны Единственное Я хотел бы сказать Что когда говорят О миллиардах Значит Которые тратятся На поддержку Сельского хозяйства В моем понимании Ну вот глядя На окружающую Меня действительность Эти миллиарды Никого отношения К сельскому хозяйству Не имеют Они не доходят До реальных Производителей Они разворовываются Наверное выше И нам не нужны Эти миллиарды Разговоры Об этих миллиардах Не надо тратить Их из бюджета Дайте возможность Людям Хотя бы Которые способны Сами зарабатывать Деньги Дайте возможность Хотя бы этим людям Работать Можете поддержать Там кого-то еще Поддержите Ну дайте Ну дайте сегодня Заработать Хотя бы Кто не просит Вам денег Кто просит Только дайте Возможность работы Дайте землю И освободите нас От чиновничьих Швондеров Больше ничего Я закончу Одной фразой Господа Многоговорящие О сельском хозяйстве Давайте выберем Что-то одно Или яхты И лимузины Море болтовни Или картошку Морковку И капусту Российского производства На прилавках Российских Магазинов